Продолжение следует... Я говорю, если, не дай Бог, возникнет военный конфликт, я офицер запаса, и мой старший сын офицер запаса. Мы возьмем оружие и пойдем защищать страну. Только, послушай, ну это уже переходит все границы вообще. Блин, надо брать оружие в руки и мочить этих, блин, кацапов чертовых, вместе с их руководителем. Я скажу тебе... Просто жалею, что я не могу сейчас находиться там, и что я не возглавляла все эти процессы. Хер бы они у меня Крым получили. Ну ты знаешь, я тоже, кстати, об этом понял. Что если бы ты была на месте, было бы, может быть, этого бы не произошло. Хотя потенциала силового у нас не было. Но что-то они только, знаешь, причем, что самое обидное... Я бы нашла, как замочить этих мудаков. Я надеюсь, что я включу все свои связи, и я подниму весь мир, как только смогу, для того, чтобы, блин, просто от этой России не осталось даже выжженного поля. Ну, я тебе скажу, что я, конечно, тебе здесь союзник, не просто союзник. И я хочу тебе сказать, что вот мы сегодня говорили, а что... Я это утром был в совещании глав фракции, и потом я с Виктором говорил, Витя говорит, а что теперь делать оставшимся 8 миллионам русских, которые остались на территории Украины? Они же сгои. Блин, их расстроили в атомном оружии. Смотри, ну, это я с тобой, как бы, не могу спорить, потому что в том, что произошло, это, конечно, ужас. Но вырисовывается следующий вариант, потому что сегодня есть действия, которые, безусловно, незаконны. Эти незаконные действия надо разбить в каком-то юридическом, международном... Ну, выйдем в ГАКС, международным делом.